Почтовые автоматы Почтовые автоматы Приходя из вот этих желаний наших клиентов И, конечно, если посмотреть на растущие постоянно объемы посылок Мы как раз так и решили То есть те люди, которые хотят получить все-таки в почтовом отделении свои посылки Они и дальше могут это получить Но для этого нужно что-то сделать Нужно изъявить свое желание каким-то образом А если не изъявили, то по умолчанию почтовые автоматы? Ну, знаете, смотрите Тут все-таки не все посылки у нас перенаправляются Потому что там есть какие-то условия обязательные Которые должны быть выполнены Самое главное то, чтобы перенаправить эту посылку в автомат Нужно, чтобы там был номер мобильного телефона Это самое главное Это и в том случае, если человек все-таки хочет Ведь из Алиэкспресс у нас можно и напрямую заказать И если там не поставить свой мобильник То не пойдет никак И тогда пойдет он дальше уже в почтовое отделение Но второе условие Это обязательно, если мы говорим о том Что мы хотим перенаправить По желанию большинства наших клиентов в автомат Это то, чтобы у нас все-таки было место в автомате Если... И мы смотрим это все-таки так Что почтовое отделение, где клиент получал Или должен получить вот эту посылку Чтобы этот автомат был где-то рядом И если в этих автоматах нет места То все равно у нас приходится это посылать в почтовое отделение То есть это второе условие Чтобы все-таки было там рядом И в окружности еще Если у нас будут там автоматы Недалеко от места Где клиент все-таки привык обслуживаться Чтобы и там было все-таки место, куда положить То есть И обязательно вы придете к Рождеству Которое уже на носу То есть самое главное все-таки И что мы пожелаем от наших клиентов тоже Что если пойдут вот эти большие потоки Рождественские все-таки Побыстрее свою посылку из автомата взять Чтобы было место опять же Для других клиентов Ну хорошо, сейчас у нас ситуация такая Если человек ждет какую-то посылку То по умолчанию это отправляется в почтовое отделение Человеку приходит бумажка о том Что вот эту посылку нужно забрать Это бесплатно для клиента Если отправляется смс И клиент хочет, чтобы ему оповещение было С помощью короткого сообщения Тогда это уже платная услуга С 1 июля каким образом это все будет делаться И каким образом почта будет определять Тот автомат, в который она отправит посылку Ну да, это, как я уже сказал Мы выбираем автомат по местности Куда была заказана как бы почтовое отделение Только в окружности И там приоритеты уже Именно около почтового отделения Или около места жительства человека По адресу, который он указал Все-таки мы смотрим о почтовом отделении Потому что и почтовое отделение По почтовому индексу Она как бы связана между собой Все-таки вся система идет пока еще На этих индексах, да, которые И поэтому делаем выбор Второй вопрос был? Второй вопрос был Даже не помню уже второй вопрос Давайте перейдем к той теме Которую тоже мы вскользь обозначили В самом начале Вот как раз-таки те проблемы Которые возникли в предновогодний период В прошлом году Что посылки задерживались Невозможно было их долго получить Вот буквально на днях в прессе Один из бывших сотрудников Вашего IT-отдела Обвинял компанию Омниево Что она бездумно потратила Миллионы евро Но там говорилось про то Что это зарплата 650 почтальонов В течение 8 лет Вот такие деньги были потрачены На новое программное обеспечение Которое по сути своей бесполезное И не работает Что вы ответите на это? Да, знаете Все-таки это Это как бы Насилование Как бы Эмоциональное наше Скажем так Что если посмотреть все-таки Время Прошлого Рождества То Это у нас было Как бы Самое трудное время И самое интересное время Всего этого столетия Которое мы были Как бы Существуем То есть Мы перевели В новый логистический центр То есть Мы, можно сказать Все заново там построили Всю технологию Все наши процессы Тут Надо Конечно Унести возможность Всех своих Коллег И наших клиентов Поблагодарить Что мы все это пережили И конечно Там есть и Какая-то часть ИТ Ну это Как бы Как бы Комок Всяких Разных Услуг Услуг Проблем Которых Мы там решили И мы тут не можем Говорить Что это Только И только Какая-то проблема ИТ О котором говорят Кто-то Ну это Это новая программа Которая должна была Заработать И не очень хорошо Сработала в рождественское время Называется Феникс То есть Что можно о ней сказать Она доработана Доведена до ума В следующее Рождество В это Рождество вернее Уже проблем не предвидится И все будет распределяться Как надо Или вы работаете Со старой системой Которая в принципе Уже устарела Вы знаете Я Все-таки Руковожу Всю сеть То есть Ну Сторона бизнеса Я Не руковожу ИТ Но со стороны Нашей Посмотрите У нас прекрасная Команда ИТ Мы очень много Работали В ту сторону Чтобы И И бизнес Сторона Дала Свои Как бы Желания И ИТ Выработала Вся систему И мы сегодня Скажем Что мы идем Так Как мы Ну и И думали Что это пойдет Естественно Вся эта Система Ээкоммерс И Это Бизнес Он растет Так быстро Что И И как бы ИТ Системы Как Такие Они Постоянно В развитии То есть Постоянно Надо где-то Что-то Поменять Клиент И глобальная Глобальный рынок Где-то Что-то Меняется И нам Надо что-то Поменять Ну что ж А мы все Желаем И вам И нам Получать посылки Вовремя Потому что Это Обоюдный интерес Здесь имеется Так сказать Руководитель Распределительной Сети Компании Яксар Был у нас В гостях Спасибо вам Спасибо большое